— Алла, а где мои носки? Почему в этом доме ничего нельзя найти? Почему нужно тратить время на подобные глупости, а? Алла прошла мимо мужа, который, стоя перед зеркалом, упражнялся в риторике и открыла ящик комода. Носки, разложенные по парам, лежали ровными рядками, как всегда. Носки. — И галстук мне помоги завязать. У меня такой ровный узел, как у тебя, не получается. Олег протянул жене галстук и скривился. — Что за наряд на тебе? Алла оглядела себя. Теплый спортивный костюм, который она недавно купила, был очень удобным. Для работы в саду так просто находка. — Это удобно. Я в саду поработать хотела. Можно мне тебя не видеть в подобном виде? — Мне кажется, что я достаточно выделяю на твое содержание, чтобы ты и дома выглядела прилично. Нет? Алла промолчала. Какой смысл спорить, если все равно в ответ прозвучит, что она не права? Она помогла мужу с галстуком и вышла из комнаты. — Свобода. Сейчас Олег уедет, и до вечера она сама себе хозяйка. Можно повозиться в саду, провести пару уроков, которые запланированы на вторую половину дня. И даже останется время, чтобы почитать. — Алла! Завтра приезжает моя мама! Алла замерла на верхней ступеньке. — А почему ты мне об этом не сказал раньше? — Забыл. У меня масса дел. Алла спустилась вниз и пошла на кухню. Открыв холодильник, она внимательно и придирчиво изучила содержимое. — Нет, не годится. Нужно ехать на рынок. Свекровь свою, Елену Дмитриевну, Алла любила и уважала. Она помнила ее еще директором своей школы. Высокая, с безупречной осанкой, Елена Дмитриевна проплывала по коридорам. Дети ее никогда не боялись, но любили и уважали. Она могла прийти с проверкой на урок физкультуры и, скинув жакет, запросто присоединиться к игре волейбол. Азартно споря отстаивала права своей команды, а после одергивала блоску и тут же превращалась снова в директора школы. Выйдя на пенсию, она купила себе дачу, где проводила большую часть времени, выращивая розы, которые иногда возила на выставки и неизменно получала там награды. С матерью Аллы они были подругами детства. Один детский сад на двоих, потом школа. После школы пути их разошлись, но общение не прекращалось. Писали письма, созванивались. Когда родители Аллы переехали в Петербург, появился еще один повод для визитов. Культурная столица как-никак. Елена Дмитриевна приезжала с сыном, который совершенно не обращал внимания на малявку Аллу, поскольку разница в возрасте у них была добрых девять лет. Заметил он ее, когда Аллочка окончила школу. Визит друзей совпал с ее выпускным. И увидев Аллу в нарядном платье и в полной красе, Олег пропал. «Я подарю тебе все звезды, всю вселенную. Я люблю тебя так, как никто и никогда не любил на этой земле. Тебе стоит только пожелать. Аллочка, я обещаю, для тебя я сделаю все, что угодно». Алле Олег всегда нравился. Красивый, умный. Да просто мечта. А тут такие слова, такие обещания. Единственное, что смутило Аллу, так это то, что он настаивал на свадьбе как можно скорее. «Олежка, а как же учеба? Ведь я только-только поступила». «Какая учеба? Ведь главное, что мы будем вместе, малыш. И не называй меня Олежка, ладно? Терпеть не могу это производное. У меня прекрасное имя, и нечего его уродовать». Аллочка, конечно, мечтала и о фате, и о белом платье, но тут проявила небывалую стойкость. Учиться она будет, и либо свадьбу придется отложить, либо Олег не будет возражать, если она продолжит учебу после медового месяца. Жениху подобный расклад не понравился. Алла, начинать семейную жизнь с ультиматума – не самый лучший вариант. Это не говорит о тебе, как о мудрой женщине. «Так мне до мудрости еще много-много лет, дорогой. Мне бы ума поднабраться. И кто тебе мешает? Ты, милый, я ведь согласилась переехать в Москву, оставить здесь маму, собственную квартиру, друзей. И это все для тебя так важно? Не я, а вот это все? Конечно, ты для меня теперь на первом месте. Именно поэтому я выхожу за тебя замуж. Но я не понимаю, почему я должна бросить все, и тебе этого мало. Я прошу не так уж и много. Дать мне возможность не потерять тот уровень языка, который у меня сейчас есть, и развиваться дальше. Ты так говоришь, как будто я тебя хочу посадить в клетку. Ну что ты, Алла обняла жениха, просто давай найдем более веский повод для выяснения отношений. Я надеюсь, он у нас никогда не появится. А учиться я буду, и это не обсуждается. Олег долся почти неделю, но хлопоты взяли свое, и они с Аллой помирились. Доченька, это звоночек. Марина Александровна, мать Аллы, разглядывала каталог цветочной лавки. Может быть, стоит подумать? Связывай свою жизнь с тем, кто тебя не слышит. Это не самый лучший вариант, на мой взгляд. Мамочка, я его люблю, давно, сама знаешь. С этим как быть? Не знаю, Аллочка, подумай хорошенько, и все взвесь. Мужчины не меняются. Женщина может подстроиться под обязательства, включить терпение, а потом и долготерпение, если любит. Мужчина нет. Какой был маленький, такой будет и старенький. Если ты думаешь, что сможешь его перевоспитать, то оставь эту затею, не выйдет. Возможно, он на какое-то время поддастся на твои уговоры, но это будет лишь видимость. И потом все вернется на круги своя, и тебе достанется лишь огорчение. Это сейчас вопрос коснулся учебы. А потом? Что будет, когда коснется чего-то более сложного и серьезного? Вот и думай, дочь, пока есть время. Ты-то его любишь, а насколько он любит тебя? Я совершенно не имею ничего против Олега. Он умный, прекрасно воспитанный молодой человек из хорошей семьи, но мой ребенок — это ты. И для меня главное, чтобы ты была счастлива. Алла обняла мать и прижалась к ней, вдыхая аромат таких знакомых духов. Мамочка, я тоже тебя люблю. Она помолчала, размышляя над тем, что сказала ей мать. Как считаешь, лилии будут уместны в моем букете или лучше выбрать что-то более классическое? Марина Александровна вздохнула. Конечно, она не рассчитывала, что дочь немедленно изменит свое решение. Марина видела, как Алла влюблена. Но сказать о том, о чем болело сердце и не спалось ночами, она должна была. А какая разница? У нас не протокольное мероприятие. Выбирай то, что нравится, родная. Свадьба была пышной и какой-то чопорной. Половину гостей Алла увидела там первый и последний раз. Какие-то нужные люди, которых приглашал Олег. Верное было решение. Жениф приобнял Аллочку и прошептал ей на ухо. Теперь все будет иначе. Это сдвиг. Алла тогда не совсем поняла, что он имел в виду. Но после свадьбы его дела и правда пошли в гору, и фирма, которую он открыл не так давно, вдруг стала приносить вполне ощутимый доход. — Еще немного, и я выполню свое обещание. — Какое? — Подарю тебе звезду. Алла улыбнулась мужу, накрыв ладонью бокал, который он хотел было наполнить. — Не надо звезду, милый. Подари мне ребенка. — Что? Улыбка медленно сползла с лица Олега. — Ты беременна? — Нет, пока нет. — А что ты так напрягся? Алла нахмурилась. — Это хорошо, что ты еще не... — Аллочка, сейчас не время. — В смысле? — Дела только пошли. Мы недавно поженились. Зачем нам спешить? Ты же, кажется, хотела учиться. Вот и учись. Зачем тебе дети? — Но дети — это же семья. Алла. Алла растерянно крутила пальцами тонкую ножку бокала. — Я твоя семья. — Я. А ты моя. А ты моя. И оставим этот бессмысленный разговор. Вечер был безнадежно испорчен. Они быстро поужинали и поехали домой. Первый раз со дня свадьбы Алла с Олегом не легли спать одновременно. Олег ушел в гостиную, а Алла долго плакала в спальне, пока не уснула. Через пару дней Алле позвонила свекровь и пригласила ее на обед. — Без мальчиков. Хочу с тобой поговорить. Тихое кафе недалеко от университета, где училась теперь Алла, было местом, куда с удовольствием ходили с детьми. Большая детская комната, где постоянно работали аниматоры, всегда была наполнена детским смехом и весельем. Стеклянная стена, которая отгораживала это помещение от зала, где стояли столики, давала возможность наблюдать за ребятишками, но при этом спокойно проводить время взрослым. — Зачем вы меня сюда привели? Алла чуть не плакала, глядя, как топают малыши, пытаясь повторить движение танца за аниматором. — Вчера ко мне приезжал Олег. Он в панике. — Что случилось? Алла мгновенно отвлеклась от детворы и посмотрела на свекровь. Истерика у него случилась. Боится, что в ближайшем будущем станет отцом. Нечего ему бояться. Алла снова повернула голову в сторону детской, разглядывая малышей. Смешные такие. — Аллочка, посмотри на меня. Алла вздохнула и посмотрела на Елену Дмитриевну. — Я же сказала, что Олегу нечего бояться. Мы говорили с ним. Рожать без желания отца — это верх глупости. Мне нужна крепкая семья, в которой ребенок будет чувствовать себя любимым не только мной. Елена Дмитриевна протянула руку и сжала тонкие пальцы невестки. — Ты очень мудрая девочка. Я всегда видела в тебе силу. И сейчас скажу то, что мать не должна говорить о своем ребенке. Олег Тюфяк, который любит только себя. И всегда так будет. К сожалению, не получилось у меня воспитать из него мужчину, который отвечает за свои слова и поступки. Нужен был отец рядом, который бы объяснил, научил. Тут вы ошибаетесь. Ведь он ведет бизнес, дела идут прекрасно. Я знаю, как оценивают его партнеры. Это другое. Эти люди ему чужие. С чужими все просто. Со своими сложно. Когда вы поженились, я думала, что он изменится. Но я глубоко ошибалась. Что старенький, что маленький. Алла задумчиво крутила в руках почти пустую чашку с кофе. Что? Да так, ничего. Мысли вслух. Елена Дмитриевна, что мне делать? Вы все-таки его мать лучше его знаете. Это насовсем? Он никогда не захочет ребенка? Не знаю. Скорее всего, захочет. Но когда это случится, не могу тебе сказать. Не как мать сейчас. А как женщина, скажу. Разводись. Не теряй времени. Ты молодая и красивая. Будет у тебя еще и семья, и дети. А главное, будет тот, кто оценит тебя по достоинству. Я люблю его. Елена Дмитриевна промолчала. Не знаю, что сказать тебе на это. Я никогда так не любила, чтобы отказаться полностью от себя и всего того, что хочу я сама. Мы с отцом Олега удивительно совпали в этом плане. Мне просто повезло. И не было никакой любви с первого взгляда, как в романах. Я много лет спустя поняла, что нет дороже человека для меня. Жаль, что случилось это поздно. Всего-то два года я прожила с любовью к нему. А потом его не стало. А моя жизнь превратилась в ожидание. Ожидание чего? Когда Миша уходил, ему было очень больно. И он обычно молчал или бредил и терпел. Все время терпел. Не хотел меня расстраивать. А перед самым уходом вдруг пришел в себя и очень спокойно сказал мне, что мы обязательно встретимся. Вот я и жду. Алла молча стеснула пальцы свекрови. Время, Аллочка. Самое страшное и беспощадное, что есть в этом мире. Оно может забрать, а может подарить. И мы сами решаем, что оно для нас сделает. Не дай ему забрать у тебя то, что ты считаешь важным. Подумай. Алла подумала. Глядя на спящего мужа, она ночами напролет думала о том, чего же хочет сама. И чем больше она думала, тем больше понимала, что муж, вот он рядом, любимый и родной. А ребенок, его же еще нет, и даже представить его не получается. Может быть, так будет и лучше, ведь Олег так любит ее и старается сделать все, чтобы она ни в чем не нуждалась. Даже настоял, чтобы она уволилась с работы. Чему тебе эта нервотрепка? Я могу о тебе позаботиться. Займись домом, собой. Алла расценила это как заботу. Ведь в школе, где она работала, и правда было сложно. Она любила детей, но переполненные классы и бесконечные отчеты ее раздражали. Невозможно дать детям какие-то знания в подобных условиях, жаловалась она мужу. Так не морочь себе голову, сердился Олег. Алла, у тебя нет необходимости тратить свою жизнь на все это. Олег, ну как же мое образование, квалификация, все это было зря? — Почему? Можешь помогать мне на переговорах. Я не синхронист. Это не важно. У меня прекрасные переводчики. Будешь просто ими командовать. Не могу я командовать. Мне нравится преподавать. Тебе не угодишь. Если бы ты сама понимала, чего хочешь, может, и другим было бы с тобой проще. Олег сердито сворачивал разговор, а Алла снова и снова задумывалась о том, чего же хочет она от этой жизни. Из школы она ушла. Занималась переводами какое-то время, а потом случайно набрела в интернете на образовательную платформу. Это стало для нее началом нового опыта. Здесь было все, чего ей так не хватало в школе. И ученики, которые были заинтересованы в уроках. И спокойная обстановка. Она с удовольствием погрузилась в новую деятельность, почему-то ничего не сказав Олегу. Алла и сама не поняла, почему она не поделилась с мужем. Отношения с Олегом не становились ни лучше, ни хуже. Они стали очень ровными. Каждый делал то, что считал нужным. И семья их в какой-то момент превратилась в союз людей, которые живут рядом, делят стол и постель, но совершенно не слышат друг друга. Поначалу это не напрягало Аллу. Но спустя какое-то время она поняла, что хочет чего-то большего. Ей исполнилось 35, когда она снова подняла тему о ребенке. — Нет, Алла, ты с ума сошла! Какие дети в твоем возрасте? А если больной родится? — Почему он должен родиться больным? — Потому что риски возрастают с каждым годом. Послушай! Олег обнял жену и взял ее за руку, переплетая пальцы со своими. — Разве нам плохо вместе? — Плохо. — Что? Олег удивленно посмотрел на жену. — Что ты сказала? — Я сказала, что плохо, Олег. — Да, мы привыкли. Наша жизнь налажена. Но разве это все? Все, чего можно хотеть? Нет никакого развития. Понимаешь, мы не движемся вперед. А двигаться можно только имея детей? Олег отпустил Аллу и отошел к окну. — Чего ты боишься? — Олег молчал. Пауза длилась и длилась. А Алла начинала понимать, что если не получит ответа на свой вопрос сейчас, возможно, это станет началом конца для их семьи. — Я боюсь, что не смогу стать для ребенка хорошим отцом. — Что? Почему ты так решил? — Потому что. Ты ничего не понимаешь. Олег заходил по комнате, сердито сжимая кулаки. Я не хочу так, как было у моих родителей. Не хочу, чтобы мой ребенок рос так, как рос я. А что не так было с твоими родителями? Что не так было с твоим детством? — Олег, ты уже начал? Так объясни мне все до конца. Я уже не та молоденькая глупая девочка, которая могла мечтать о красивом парне, приезжавшем раз в год на каникулы. И не та наивная девушка, которая выходила за тебя замуж, ничего не видя вокруг. Я хочу знать. Алла почти кричала. Но внезапно она поняла, что так нельзя. Это не выход. Кроме руганий ничего не получится. Она сбавила тон и уже почти спокойно спросила. — Расскажи мне. Что было в ее голосе, что Олег услышал свою жену? Ни он сам, ни Алла не смогли бы ответить. Но Олег остановился и, глядя прямо в глаза жене, начал говорить. Я многого не помню, конечно. Но родители никогда не смотрели друг на друга. Они были по разные стороны стены. Я не знаю, как это объяснить. Стеной был я. Такой монолитной, основательно выстроенной. Той стеной, от которой некуда деваться, потому что ты к ней прикован. И я почему-то с самого детства понимал все, что делают для меня родители. Это вовсе не потому, что они меня любят, а потому что так надо. Я был для них обязанностью. Когда я подходил к маме, насмотревшись, как другие дети на площадке бегут, просто чмокнуть маму в щечку и показать найденный фантик, она никогда не обнимала меня, как это делали другие матери. Моя мать доставала платок и вытирала мне нос, одергивая одежду, приводя меня в порядок. Но ни разу, слышишь, ни разу не обняла и не поцеловала меня. Точно так же вел себя отец. Я мог получить ответ на любой свой вопрос. Он объяснял все основательно и подробно. Но делал это так, что мне больше не хотелось его спрашивать. Я чувствовал, что это для него всего лишь одазонность. Каждодневный труд, как обычная работа. И его раздражает, что отпуска в этой работе не предвидится. Я много думал, когда стал старше, почему происходило именно так. И пришел к выводу, что все было потому, что они не любили друг друга. Никогда. Жили вместе, потому что так было удобно и правильно. А если не любили друг друга, то с чего им было любить меня? Я был всего лишь одной правильной вещью, которую они сделали, потому что так было положено. И когда я стал старше, то понял, что не хочу так. Мне показалось, что я влюбился в тебя. Показалось? Алла смотрела на мужа во все глаза. То этот человек. Она же знает его, ведь столько лет прожили вместе. И в то же время это совершенный незнакомец, который впервые за столько лет открыл ей свою душу, не скрывая ничего. Показалось. Олег опустил глаза, но тут же снова глянул на жену, теперь уже твердо. Я решил, что вот оно то самое, что не даст моей жизни превратиться в существование. То, что сдвинет с места этот мир и заставит его крутиться быстрее. «Тебе показалось?» «Тогда да. Поэтому ты так спешил со свадьбой?» «Да». «А потом?» «А потом я понял, что в точности повторяю судьбу своих родителей. Живу как правильно. У нас было все как надо. Не было главного». Алла вдруг поняла, что ей срочно нужно на воздух. Куда угодно, только бы подальше отсюда. Она машинально поднялась, качнувшись от того, что голова закружилась. «Ты куда?» Олег подхватил ее под локоть, но Алла осторожно высвободила руку. «Мне нужно. Прости». Алла вышла на веранду и вдохнула прохладный осенний воздух. Ее сад почти утонул в ранних сумерках. Белели только розы, которые она еще не успела срезать. Ее сад, ее дом. Сколько она любви вложила в это место, как тщательно выбирала каждую мелочь, стараясь, чтобы их дом стал уютным и желанным. А сейчас оказалось, что никому это не нужно. Сколько любви она отдала Олегу и сколько еще могла бы отдать, но и это оказалось никому не нужным. Алла вдруг поняла, что чувствовал Олег, когда был ребенком. кулак, который сжимал ее изнутри, вдруг ослаб. Если ее ребенок мог испытать такое, то может и к лучшему, что его не случилось. Она представила себе маленького мальчика, который тихо сидит на ступеньках веранды, думая о том, что никому в сущность не нужен. И ей стало страшно. Она похлопала по карманам куртки, которую машинально накинула на себя. Ключи от машины лежали в кармане. Не думая больше о том, как правильно, Алла спустилась по ступенькам и, как была в тапочках, пошла по мокрым дорожкам к машине. Она вела машину по темной трассе и плакала. Сначала тихо, потом в голос. Причитала, ругалась, снова что-то шептала. Вся ее боль, так долго копившаяся, выливалась сейчас с этими слезами. Где-то на полдороге к Питеру она свернула на заправку и, припарковавшись за крошечным зданием магазинчика, провалилась в беспокойный и не принесший никакого облегчения сон. Марина Александровна открыла дверь и, увидев дочь, ахнула. Алла молча обняла мать и вдруг обмякла у нее на руках. Аллочка, девочка моя, скорая приехала быстро. Проблемы со здоровьем раньше были? Меряя давление, врач хмурился. Нет. Алла покачала головой. Вы беременны? Что? Алла невольно приподнялась. Лежите. Это обычный вопрос. Мне нужно исключить вероятность того, что обморок связан с беременностью. Нет, доктор, я не беременна. Алла отвернулась, чувствуя, как по щекам потекли предательские слезы. Тогда на госпитализации настаивать не стану. Обратитесь к врачу. Такой перепод давления это тревожный признак. Лучше перестраховаться. Марина Александровна проводила медиков и вернулась к дочери. Расскажешь? Мамочка, не спрашивай. Ты во всем была права. Алла уткнулась в колени матери, как в детстве. Вот только как же жаль, что я столько времени потратила. Позвони Олегу, скажи, что я у тебя и со мной все в порядке. Хорошо, как скажешь. Алла укрылась с головой одеялом, как делала, когда была маленькой, и закрыла глаза. Все начать сначала. Получится ли у нее? Она проспала почти сутки. Открыв глаза, не сразу поняла, где находится. Ее старенький смешной заяц сидел на полке, тараща на нее свои разноцветные глаза. Точно. Мама пришила ему тогда зеленую пуговицу, взамен потерянной, потому что голубой не нашлось. Обещала поменять потом, но заяц так и остался с разноцветными глазами. Алла оглядела комнату и вздрогнула. В кресле, смешно поджав под себя длинные ноги, спал Олег. Как будто, почувствовав на себе ее взгляд, он вздрогнул и открыл глаза. «Привет!» «Привет!» Алла подняла повыше одеяло и спросила, «Что ты здесь делаешь?» «Мы не договорили». «А, по-моему, ты мне все сказал». «Нет, ты не дослушала. Я не сказал, что, как последний болван, столько лет думал, что это привычка. И мне казалось, что ты думаешь так же, пока ты не удрала от меня. Алла, ты мне нужна». «Нет, не так. Я люблю тебя». «Ты только сейчас это понял?» «Нет, давно, наверное, признать боялся. Подпустить к себе слишком близко. А знаешь, я тоже кое-что поняла». «Что же?» «Что совсем не уверена, готова ли быть с тобой рядом дальше. Я удобная жена, правда, Олег? Ничего не требую. Делаю так, как ты скажешь. Все, как тебе удобно. Вот только я больше так не хочу». «Ты меня разлюбила?» Олег выпрямился в кресле. «Не знаю. Я ничего пока не знаю, кроме одного. Дальше я так не хочу». «Я тоже». «Значит, наши желания совпадают». «А чего ты хочешь?» «Новую жизнь. Не такую, как раньше. Хочу ребенка. Может быть, и не одного. И у меня обязательно получится. Здоровые, красивые и умные дети. Потому что я так хочу. Хочу жить, Олег. Жить, а не существовать. А для меня в этой твоей жизни место найдется, если я скажу, что наши желания совпадают?» «Не знаю». «Я тебе больше не верю. А если я постараюсь тебе доказать, что мне можно верить?» Алла посмотрела на своего заспанного, растрепанного мужа и неожиданно для себя увидела в нем того самого мальчишку, в которого когда-то влюбилась до беспамятства, из-за которого плакала по ночам в подушку, мечтая, чтобы он хотя бы раз взглянул на нее не так, как на подружку детства. Картинка сменилась, и перед ней уже молодой мужчина, рядом с которым она стояла в ЗАГСе, чувствуя, как подкашиваются коленки и предательски дрожат руки. Она смотрела на мужа и понимала, что для нее ничего не изменилось. Он такой же. Изменилась она, что старенький, что маленький. «Что ты говоришь?» «Говорю, давай попробуем, только теперь вместе». Марина Александровна ничего не сказала ни дочери, ни зятю, накормила завтраком, выдала Алле старенькие кроссовки и проводила их, перекрестив украдкой в спину. Глядя в окно, как они садятся в машину, она улыбнулась. Для нее секретом не было то, что случилось с дочкой. Алла узнает о том, что беременна только спустя неделю. И глядя, как мечется по квартире почему-то перепоганный и счастливый да нельзя муж, она будет от души хохотать, уговаривая Олега, что одной кроватки вполне достаточно для младенца. И только после первого исследования Олег торжествующе хлопнет в ладоши. «Я же говорил, что мало будет!» И потом, глядя, как сыновья гоняют в футбол, с отцом, Алла вспомнит вдруг разговор с мужем. И когда ее встрепанные и такие любимые дети забьют последний гол и радостно завопят, лупят друг друга по спине, Алла подойдет к ним, обнимет разом обоих, обнимет обоих, расцелует в румяные щечки, несмотря на возмущенные вопли о том, что телячьей нежности можно приберечь и до дома, и, встретившись глазами с Олегом, она кивнет ему и, потянувшись, обнимет и его тоже. Субтитры создавал DimaTorzok